На южно-донецком направлении передовыми подразделениями группировки «Войск Восток» при поддержке артиллерии нанесено огневое поражение по скоплениям боевиков ВСУ в районе Углидара. Огнем гаубичной артиллерии уничтожена автомобильная техника с националистами и минометный расчет в районе «Золотой Нивы», две БМП в районе «Нескучного». Вертолетами армейской авиации сорваны попытки ротации подразделений ВСУ на позициях в районе восточнее Макаровки и северо-западнее Новодонецкого. Уничтожены БТР, боевая бронированная машина и живая сила ВСУ. На запорожском направлении мотострелковыми подразделениями пресечено наступление пехоты противника в районе Работина и Лобкового. Понеся потери, противник отступил. Артиллерийским огнем уничтожена станция РЭП в районе Новодаровки. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожена самоходная гаубица «Акация» и буксируемая гаубица «Мста-Б» в районе Новоивановки. Самоходная артиллерийская установка в районе Павловки, минометный расчет в районе Степногорска и пикап с националистами в районе Марфополь. Штурмовой авиацией нанесено огневое поражение по скоплениям боевиков в районе Жеребянки. Зенитно-ракетным комплексом ТОР сбит беспилотный летательный аппарат «Валькирия». Военнослужащие группировки «Войск Восток» проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач. Командир танка, старший сержант Василий Плотников, действуя в составе бронегруппы на одном из самых сложных участков фронта, грамотно и уверенно руководил действиями своего танкового экипажа. В ходе масштабного наступления ВСУ на Времевском выступе экипаж под командованием старшего сержанта Василия Плотникова за короткое время уничтожил несколько единиц боевой бронированной техники иностранного производства, посеяв панику в рядах украинских войск. Кроме того, проявив мужество и самоотверженность, танковый экипаж Василия Плотникова неоднократно проводил эвакуацию поврежденной в ходе боя техники наших войск в тыловой район, а также осуществлял вывоз с поля боя раненых военнослужащих.